Друзья, вечер добрый, вечер по московскому времени. Я из Петербурга, у меня все примерно так же. Меня зовут Михаил Беляев, я приветствую вас на онлайн-марафоне «Как вести бизнес сегодня?». Напомню, это такой большой цикл мероприятий, сегодня одно из них. Мы с вами встречались на прошлой неделе, говорили про маркетинг, говорили про тренды SMM, говорили про то, как держать фокус собственнику бизнеса для того, чтобы и себя поддержать, и команду напитать энергией, и выбрать верный курс, и идти по этому курсу. И на этой неделе тоже несколько мероприятий. И сегодня мы с вами говорим про продажи, говорим про то, как изменились продажи, как изменилось управление командой внутри продаж, как изменилось взаимодействие с нашими клиентами в 2022, как нам с ними работать в 2023. Марафон называется «Как вести бизнес сегодня?». Мы, конечно, делаем не только сегодняшний момент фокус, держим, но и смотрим вперед, насколько вперед мы можем усмотреть. Большой вопрос сейчас, конечно, но, тем не менее, мы смотрим на тренды, смотрим на то, как меняется у нас сейчас бизнес и наши взаимоотношения с клиентами, что нам лучше сделать сейчас, чтобы в будущем, коротком будущем, длинном будущем получить лучший результат. Я немножко скажу, что нас сегодня ожидает в плане тайминга, в плане того, как мы будем с вами общаться, и перейдем непосредственно к теме. У нас с вами полтора часа с 18 до 19.30 по московскому времени. Они будут разбиты на две секции. В первой части мы поговорим про тренды, пообщаемся с вами. Во второй части посмотрим на инструменты CRM Bittrex24, которые помогают реализовать тот или иной функционал. Я сегодня не один. Мы пригласили поговорить о продажах Виталия Голицына. Это бизнес-тренер и вообще человек с огромным опытом в продажах, начиная с сотрудника отдела продаж, рядового менеджера, до руководителя и отделов продаж, и компаний, и сейчас активно делящегося информацией в разных форматах, в разных каналах. Наверняка вы видели полезное видео от Виталия. Если нет, то сейчас знакомство. Мы первый раз увидим его с вами, если вдруг вы не сталкивались. И посмотрим, какую информацию он принес. Я немножко знаю, какую. Будет классно, интересно. Виталий, присоединяйтесь к нам. Пока Виталий присоединяется, я скажу, что у нас есть вопросы. Виталий, чат. С чатом, пожалуйста, активно взаимодействуйте. Туда можно отправлять вопросы по Bittrex24. С нами сегодня партнеры, которые на вопросы по Bittrex24 ответят. И вопросы к спикерам, там с Виталием тоже можно. И далее добрый день. Добрый день. Добрый день, коллеги. Всех приветствую. Как меня слышно? Так, я слышу и вижу, отлично. Коллеги, в чат дайте обратную связь. Все ли так же классно у вас? Да, все видно, отлично. Ну, тогда мы, соответственно, можем начинать. Да, отлично. Я на путьстве дам всем, кто смотрит нас. Внизу есть такой огонек. Тоже смотрите на него и нажимайте, когда какая-то информация особенно заходит, особенно отзывается у вас внутри. Я буду неподалеку. До встречи. Большое спасибо. Коллеги, всех приветствую. Давайте я так вкратце чуть-чуть расскажу о себе, и непосредственно мы перейдем к контентной части. Меня зовут Виталий Голицын. Я бизнес-тренер. Родился и вырос в Москве. По образованию я физик-ядерщик. Закончил Московский инженерно-физический институт, технический университет. Защитил кандидатский минимум по ядерной физике. Но моя жизнь сложилась таким образом, что я всю жизнь работаю в продаже. В 19 лет я устроился работать обычным менеджером по продажам, в обычную компанию, по объявлению, и начал свой путь в этой деятельности. К 25 годам я уже работал руководителем отдела продаж, и в моем подчинении на тот момент находилось более 40 сотрудников, причем они были где-то на 10 лет меня старше. А к 30 годам я уже стал руководителем крупной интернациональной компании. Мы работали в 10 странах. У нас было порядка 300 менеджеров. Ну и как судьба любого коммерческого директора. К тому времени у меня уже появился первый капитал на покупку первой доли в компании. И мы с партнером начали успешно этот бизнес развивать. До 35 лет мы его успешно развивали. Потом я свою долю продал, потому что посчитал, что закрыл все финансовые цели, которые есть у человека, который занимается коммерческой деятельностью. И вот с тех пор занимаюсь проведением тренингов, семинаров в области продаж, управления и личной эффективности. Как бизнес-тренер моя география на текущий момент насчитывает 17 стран. Это более 90 городов, где я проводил именно очные тренинги, то есть куда приезжал и непосредственно работал с коллективами на месте. Онлайн выступлений я даже не считаю. Ну и моими клиентами, которых я обучаю, и руководители отдела продаж, которые я обучал, являются такие небезвестные вам компании, как Сбербанк, Тинькофф, Мерседес-Бенц, Тефаль. Ну, можете посмотреть сейчас. Вот я как раз все логотипы вывел здесь на экран. То есть компания практически первой линейки. И, конечно, рад в данном случае поработать и с компанией Bittrex24. Наверное, любой человек, который вас обучает, ему стоит задать два основных вопроса, чего сам добился и почему твой контент актуален. Ну, как я уже говорил, все финансовые вопросы были мной закрыты. И на данный момент я могу себе позволить вообще не работать. Вот делаю просто то, что мне нравится, к чему у меня лежит душа. Ну, а то, что мой контент актуален и применим к текущим условиям, наверное, тот самым большим показателем является то, что мой сейчас портфель подписчиков – это более 300 тысяч человек. Это серебряная кнопка на YouTube, где у меня порядка 200 тысяч подписчиков и еще более 100 подписчиков в других социальных сетях. Причем я никогда не занимался никакими накрутками. Это все абсолютно органический рост, не вкладывал каких-то больших бюджетов. Люди просто делятся той информацией, которую я выдаю. А моя такая основная специализация – это как раз чуть-чуть заглянуть в будущее и посмотреть, а что будет с продажами и с коммерческой деятельностью в ближайшие, может быть, 3-5, а то и 10 лет. И сегодня я как раз хотел поговорить с вами о том, с каким будущим мы с вами встретимся и что нас с вами ожидает впереди. Пусть это будут такие большие широкие мазки, но я уверен, что они вам помогут сейчас кристаллизировать какие-то идеи, которые вы сможете потом внедрить в свои продажи, ну и, соответственно, улучшать ваши результаты. И сегодня, когда мы будем с вами говорить о будущем либо о трендах продаж, давайте с вами сначала определим, какие у нас же появились новые вводные, то есть что у нас произошло сейчас, что трансформировало те продажи, которые мы с вами знали раньше. И первое вводное – это то, что мы сейчас не работаем с клиентами, а мы с вами работаем с некой такой сублимацией человека и интернета. То есть наш клиент в данном случае, он, получается, подключен в интернет и, естественно, принимает решение с учетом той информации, которую он черпает из открытых источников. А это о чем говорит? Это говорит о том, что цикл продаж существенно сократился. Если мы посмотрим с вами самые последние исследования в области продаж, мы увидим, что на самом деле люди и клиенты больше не хотят общаться с продавцами так долго, как они общались раньше. То есть практически повсеместно в любом бизнесе все общение с продавцом, оно начинает очень-очень сильно сжиматься. Почему? Потому что, проходя свой путь до какого-то продукта, человек на 40, 50, а то и 60 процентов получает всю информацию из открытых источников. А некоторые продукты вообще уже не требуют человеческих продаж и не нужны ни менеджеры, ни продавцы, ни консультанты, которые бы что-то объясняли, потому что всю информацию можно, конечно, человеку донести просто посредством традиционных источников из интернета. Это нам нужно с вами учитывать. Это первое, такая вот глобальная, большая вводная. И, наверное, вы сами, кто работает непосредственно с клиентами или управляет отделом продаж, начинаете с этим сталкиваться. И сами не хотите тратить свое время на долгое взаимодействие. И, конечно, вот это сокращение циклов продаж, его нужно учитывать. И сейчас, например, работая с очень многими компаниями и проводя тренинги, одной из моих направленностей является как раз сокращение тех инструкций, которые получают менеджеры для взаимодействия с клиентами. Вот я помню буквально, если мы с вами возьмем там 5 лет назад, мы для каждой компании писали такие большие так называемые корпоративные книги продаж, где расписывали философию, миссию компании, значит, там включали регламенты и сценарии по работе с клиентами. И вот эти сценарии, они у нас занимали там по 20, по 30 страниц. А сейчас, когда я провожу тренинги, мы стараемся те же самые сценарии для менеджеров упаковать в одну, ну, максимум две страницы. То есть буквально короткие тезисы, несколько презентационных фактов о компании, несколько преимуществ перед конкурентами, несколько вопросов, которые менеджер должен задать в цикле взаимодействия с клиентами, ну, и там немного ответов на базовые возражения. И все. И как показывает наша практика, внедрить даже вот этот вот один небольшой листочек с инструкцией в работе с клиентами, и то составляет очень большие сложности, потому что все работают, как правило, ну, мы называем это так, как учила моя бабушка, то есть по своему наитию. Если вы сейчас со мной согласны, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат, кто согласен вот с этим тезисом, что циклы продаж нужно сокращать, инструкции для менеджеров нужно сокращать, и, соответственно, это вот первый такой глобальный тренд, с которым мы с вами сталкиваемся. Да, вижу, что очень много, кто со мной согласен. Замечательно, значит, мы смотрим в одном направлении. Следующее – это избыток информации. Смотрите, сейчас, простраивая цикл продаж для вашей компании, цикл продаж вашего продукта, обязательно нужно учитывать то, что на пути вашего клиента, прежде чем человек будет принимать решение, он с большой вероятностью посмотрит информацию, которая есть в сети интернет. То есть он пойдет, посмотрит ваши отзывы, посмотрит продукты, которые предоставляют на рынке конкуренты, и поэтому вот то же самое классическое возражение клиента, я подумаю, оно в современных продажах стало абсолютно нормальным. Если раньше продавец с этим возражением должен был работать, докапываться, задавать клиенту какие-то наводящие вопросы, то сейчас, ну, любой нормальный человек, который сталкивается первый раз с каким-то продуктом и его не промониторил, он хочет посмотреть ту информацию, которая есть в открытых источниках. Поэтому второй такой глобальный тренд – это избыток информации. Обо всем можно получить информацию в интернете, в том числе и вы сами можете посмотреть любую информацию в интернете, которую вы хотите, и в том числе использовать ее в работе со своими клиентами. То есть теперь, например, работая в системе B2B, можно по номеру телефона, либо по каким-то водным данным найти человека, посмотреть его в соцсети, приехать на переговоры уже подготовленным. То есть этот избыток информации, он, конечно, тоже является таким глобальным большим трендом продаж, который сейчас нужно обязательно учитывать. А следующее – это избыток продуктов. Ну, посмотрите, сейчас абсолютно нет никаких проблем что-то приобрести или купить. И, как говорят, что сейчас нету покупателей, а есть уже выбиратели. То есть люди, они ничего не покупают, они просто выбирают. Они смотрят различные аналоги и выбирают тот продукт, который по совокупности фактов будет для них наиболее оптимальным вариантом. Поэтому это тоже нам нужно учитывать. То, что сейчас именно само позиционирование продукта, то, как вы сможете выделиться среди тех продуктов, которые есть на рынке, является одним из основополагающих факторов. И, например, когда я приезжаю вести корпоративные тренинги для компаний, мы огромный блок уделяем как раз поиску тех уникальностей, которые есть в этом продукте, либо поиску того, что может выделить этот продукт на рынке среди тех продуктов, которые есть у конкурентов. Следующий такой глобальный тренд новой реальности, о которой мы говорим, это, конечно, экономия ресурсов. О каких ресурсах я сейчас говорю? Ну, у нас, как правило, есть три основных базовых ресурсов. Да, вы, кстати, в чат пишут, что работать с возражениями уже сейчас не нужно. Я абсолютно согласен. Этот блок, он уже себя исчерпал. И я вот помню, что раньше, там, пять или десять лет назад я ездил по разным городам, и одним из таких трендовых моих тренингов был тренинг по работе с возражениями. А сейчас я считаю, что цикл продаж должен быть выстроен таким образом, чтобы клиенты покупали без возражений. И это можно сделать. Есть такие технологии, которые позволяют выстраивать именно так работу с клиентами. Когда мы говорим о экономии ресурсов, о чем мы здесь говорим? Конечно, мы говорим об экономии денег. Мы с вами говорим о экономии времени. И мы с вами говорим о экономии своих внутренних ресурсов, то есть своих эмоциональных сил. И сейчас продавцы, которые работают с клиентами, они, по сути дела, я называю эту позицию фильтра. То есть их задача не выкладываться в работе с каждым клиентом, потому что работа, она очень эмоциональная, очень энергозатратная. Очень много, кто работает в продажах, и руководитель, и продавцов, очень быстро выгорают, если они вкладывают в цикл взаимодействия с клиентом все свои ресурсы, а сами этими ресурсами не обладают. Так вот, здесь мы говорим о сокращении цикла продаж и об экономии ресурсов. И, по сути дела, продавцы, современные продавцы, они из тех продавцов, которые пытались продать всем, и каждому, превращаются в некий фильтр, задача которого среди всего многообразия клиентов выделить своих клиентов и этим своим клиентам осуществить продажу своего продукта и отсечь тех клиентов, которые, например, могут этот продукт приобрести, и он по каким-то причинам может не соответствовать той цели, которую клиент хочет от этого продукта получить. То есть вот я это называю позиция «я фильтр». То есть когда продавец работает с клиентом не из позиции «продать всем», а из позиции «отфильтровать тех людей», которым действительно будет важен тот продукт, который этот продавец представляет. Следующее – это чтение манипуляций. Конечно, то, что произошло сейчас с самообразованием, в первую очередь, тех людей, которые работают в коммерческой сфере, это привело к тому, что все те манипулятивные приемы, которые раньше работали в продажах, сейчас, например, в двух сегментах, таких как B2B-продажи или премиальный продаж, не работают вообще, а наоборот даже вызывают некое внутреннее отторжение от общения с таким продавцом, который их использует. То есть все это видно, все это читается. И сейчас использовать вот эти старые англо-американские методики, ну, не знаю, это, наверное, только портит себе все ключевые показатели. Если вы сейчас со мной согласны, что манипуляции не работают, ну, или не будут работать в ближайшее время, а, как правило, начинается все с B2B или премиальных продаж, тоже поставьте плюс и посмотрим, кто со мной согласен. Если не согласны, поставьте минусы. Ага, да, точно. У нас идут одни плюсы. Но это в первую очередь говорит о том, что вы являетесь тоже образованными людьми и знаете и можете определить манипуляции от техник продаж. Кстати, хороший вопрос. Могу задать чат. Давайте посмотрим, может быть, кто-то из вас ответит, чем отличается манипуляция от техники продаж. Точнее, давайте так. Где грань между манипуляцией и техникой продаж? Напишите, пожалуйста, в чат. Где грань между манипуляцией и техникой продаж? Люди чувствуют, что им пытаются втюхать. Конечно, не нравится. Все правильно. А где грань между манипуляцией и техникой продаж? Вопросы вообще работают хорошо. У меня есть целый тренинг по продающим вопросам, который позволяет продавать без убеждения. Итак, в сердце, в терпении клиента. Да, абсолютно верно. Вот Максим сразу написал, что грань между манипуляцией и техникой продаж, она находится в сердце продавца. Если человек считает, что он манипулирует, значит, он манипулирует. А если он это делает неосознанно, либо, например, многие осознанно применяют некие манипуляции, но делают это во благо, например, того же самого клиента, то тогда уже назвать этой манипуляцией нельзя. То есть грань находится в нашем с вами сердце. И следующее, о чем мы должны с вами сказать, это, конечно, смена ценностей. Что такое смена ценностей? Посмотрите, какие идут поколенческие ценности. Давайте возьмем наших бабушек и дедушек. Напишите, пожалуйста, в чат, куда наши бабушки и дедушки откладывали деньги. Напишите в чат, пожалуйста. Куда наши бабушки и дедушки откладывали деньги? Чулок. На похороны. Ну, конечно. Наталья правильно написала. На похороны. Ну, конечно. Вспомните, посмотрите. Откладывали, как правило, на похороны. На свои. И у них целью на черный день, ну, это и есть, вот это и есть похороны, да, или на черный день. А представьте сейчас, что, например, современная молодежь будет откладывать деньги вот себе там на похороны или на гроб. А куда наши родители, ну, давайте так возьмем, да, поколенческие ценности откладывали деньги? Напишите, куда родители откладывали деньги? Вот возьмите ваших родителей, маму, папу, куда они откладывали деньги? Что для них было ценностью? Самое основное, что для них было ценностью для наших родителей? Михаил правильно написал. Да, коллеги, вы абсолютно правильно пишите. Конечно, на детей. На детей, на квартиры. Помните, как они говорили? Они говорили, что вот куплю детям квартиры, обеспечу там их худо-бедно каким-то существованием, ну и, соответственно, потом заживу, да, и вот так всю жизнь они как бы жили ради детей. А теперь давайте так, что было ценностью нашего поколения? Я не знаю, сколько вам лет, да, мне на данный момент 46 лет, поэтому берем, ну, например, поколение мое, вот 40-50-летних людей. Какие у нас были ценности? Напишите, пожалуйста. Ну, конечно, все становятся родителями и бабушками, конечно. Какие у нас были ценности? Напишите, давайте вот подумаем. Вот 40-50-летние, соответственно, клиенты, да, какие у них были ценности? Понты. Вот я здесь с Максимом, наверное, соглашусь. Я понимаю, что они могли быть разные, но вспоминая свое прошлое, да, то есть у нас основные ценности, это были купить хорошую машину, хорошую квартиру, премиальную одежду, ну, соответственно, это все продемонстрировать. Вот тогда я являлся успешным человеком. А теперь давайте поговорим о том, а какие же ценности сейчас есть у поколения 20, ну, давайте возьмем там вот 20-30-летних людей. Почему? Потому что мы с вами заглядываем в будущее, нам для того, чтобы что-то продать человеку, нужно понять, какие у него ценности. Какие ценности у молодого поколения? Хайп, эмоции, путешествия, телефон, айфоны, молодежь хочет хайпа. Что еще они хотят? Образование. Смотрите, как это влияет на продажи, я вам сейчас скажу. Смотрите, они хотят жить сейчас, свобода, свобода передвижения, все правильно, саморазвитие. То есть, смотрите, что происходит сейчас в поколенческих сдвигах. Молодежь, она уже не имеет таких ценностей, которые были у нас, связанных, например, с теми же самыми деньгами или с понтами, да, проще говорить, все называть своими словами. Если раньше мы напирали отдел продаж таких, например, продавцов, у которых была жажда денег, и в первую очередь нам было важно взять такого человека, у которого есть эти финансовые стремления, то таких сейчас найти очень сложно. Почему? Потому что вместо того, чтобы зарабатывать, сидеть там с телефоном круглосуточно и названивать клиентом, они что хотят? Молодое поколение хочет самореализации. Они хотят прийти, наполниться от работы, получить удовольствие, выложить фотографию в Инстаграм, как он сидит в красивом месте в каком-то. Посмотрите, во что превратились офисы крупных компаний. Из серых офисов все это превратилось просто в мини-города, в которых люди могут поспать, отдохнуть, поиграть на приставках, комьюнити. Ну, то же самое, как, знаете, раньше, ну и сейчас, да, в торговые центры заманивают кинотеатрами и сферой развлечений. То же самое и сейчас. Если вы хотите, чтобы у вас работала молодежь, то в серый офис найти человека, который будет сидеть на зарплату и, там, не знаю, работать и выполнять какие-то рутинные функции очень и очень сложно. Коллеги, кто со мной с этим согласен? Вот сейчас наверняка у нас есть руководители или сами работают то-менеджеры. Кто согласен с этим глобальным трендом? То, что сейчас, ну, молодежь не хочет работать просто ради денег. Они хотят в первую очередь от работы получить самореализацию. Павел пишет, что никогда не работал в офисе. Ну, вам повезло. Поэтому ценности сменились. И смотрите, если мы с вами раньше, например, ну, вот когда мне бабушка там говорила, что она откладывает себе на похороны, да, для меня это было очень странно. И вы знаете, наши тоже поколенческие ценности, они сейчас очень-очень будут странными. И когда-то мы сейчас будем смотреть на эту молодежь и, по сути дела, их не понимать. Но это идет глобальная трансформация и в том числе в потреблении. И в том числе в потреблении. То есть сейчас уже у молодежи или, вот, например, если посмотреть на тех же самых там европейцев, да, они уже ходят в обычной простой одежде. Уже если приходишь в какие-то дорогие магазины, там, Луи Виттон, там, или, например, там, в Диор, или, там, в Баленсиагу, ты там увидишь, по сути дела, что стоят в основном индусы, китайцы, ну, и русские. Вот, как бы, вот этот тренд, его нельзя не увидеть. Идет смена ценностей у людей. То есть если раньше был вот этот тренд на понты, то сейчас он начинает отпадать. Бегают вон здесь, там, я сейчас просто нахожусь, ну, скажем так, на одном курортном острове. Тут невозможно увидеть человека, например, там, практически хорошо одетого. То есть все бегают в кроссовках, шортах и футболках. Вот вам ценности. Ну, я же говорю, видел очередь за роликсами, ну, кто покупает-то? Я же только что сказал. Ну, и так, хорошо, ну, теперь какие у нас тренды? Давайте быстро их пройдем. Итак, первое, значит, как нам теперь перестраивать продажи, и что нам нужно с вами делать с учетом вот этих вот глобальных движений? Первое, это помочь, а не продать. Вот смотрите, в нашем понимании всегда продажи связаны с каким-то давлением. И вы знаете, когда меня, например, приглашают вести корпоративные тренинги, ожидают, что приедет такой некой подобии волка, Солл-стрит, который начнет сейчас всех обучать манипулятивным приемом, как там взять и выкрутить там этого клиента в рог и сделать так, чтобы он отдал все свои денежки, а потом, соответственно, их схватить и убежать в кусты. Ну, это как вот конкистадоры там приплывали к берегам Америки, да, и у них была задача там поменять побрякушки на золото с бриллиантами, а потом быстро убежать. Сейчас уже так не работает. Если раньше, как бы, продавец и клиент, они сидели в оппозиции, и их была задача продавца этого клиента в оппозиции забросать аргументами в защиту своего продукта и убедить его, и сделать так, чтобы он, соответственно, принял это решение, то сейчас в современных продажах клиент, он уже не оппозиционер, он наш друг. И наша с вами задача подойти к клиенту, нежно обнять его за талию и сказать, слушай, дорогой мой, я тебе продавать ничего не буду. Давай я тебе покажу, какие есть возможности у моего продукта, и ты сам потом осознанно примешь решение без какого-либо давления с моей стороны. А если у тебя будут какие-то сомнения, ну, я попытаюсь эти сомнения развеять, но если ты посчитаешь или я посчитаю, что мой продукт не обеспечит те цели, которые ты перед собой ставишь, я первый человек, который тебя от этого продукта отговорит. То есть, смотрите, первый глобальный тезис современных продаж, что мы с вами должны не продавать, а помогать людям осуществить правильный выбор. И если мы своих продавцов можем этому тезису обучить, что им не надо больше давить, им не надо манипулировать, что с клиентом нужно общаться так же, как ты общаешься со своими близкими людьми, в этом появляется очень много энергии. В этой позиции появляется очень много любви. В этой позиции люди работают на очень высокой эмоциональной отдаче. Это передается клиентам посредством зеркальных нейронов. Они чувствуют эту заботу и теплоту и не могут отказать такому продавцу. Поэтому первый глобальный тренд – не продавай, а помогай клиентам осуществить правильный выбор. Второй тренд, который нас с вами ожидает, это когда мы с вами говорим о том, что нам при взаимодействии с клиентом нас не интересует семиминутная выгода. Мы не хотим что-то урвать и получить у него здесь и сейчас. Мы хотим построить с ним долгие, взаимовыгодные и фундаментальные отношения. Я вообще считаю, что современные продажи – это создание потока отложенных продаж. Вот прям так это и называется – создание потока отложенных продаж. То есть, общаясь с клиентом здесь и сейчас, у тебя нет задачи его убедить, у тебя нет задачи на него надавить, у тебя есть задача установить с ним долгие, взаимовыгодные и фундаментальные отношения. Приведу один очень такой показательный пример. Как-то у меня жена была на шестом или седьмом месяце беременности, но, в общем, видно было, что она беременная, и тогда я принял решение купить дом, и мы приехали в один баварский поселок, нам все очень понравилось, замечательный дом, красивая территория, и я стал уже вести с риэлтором переговоры по цене. Но когда он увидел, что у меня жена беременна, она ко мне подошла и сказала, Виталий, она говорит, я вижу, что дом вам нравится, но я вам должна кое-что показать. И она меня вывела на задний двор этого дома и показала мне лэб, линии электропередач, и сказала, вы знаете, я вижу, что у вас будет ребенок, но я должна вам показать эти линии электропередач, я не знаю, как они скажутся на здоровье вашего ребенка. Почитайте дополнительную информацию, не делайте сейчас быстрых решений. Смотрите, что она делает, она меня отговаривает, понимаете, она меня отговаривает. Я говорю, окей, я подумаю, почитаю. И пошел, почитал дополнительную информацию и посмотрел, но она неоднозначная, да, но я как физик, я даже все равно понимаю, что волновое излучение, тем более от федеральных лэб, оно будет. Я этот дом не покупаю и покупаю дом в другом месте уже у другого риэлтора, но у этого было купить нельзя, потому что каждый риэлтор был закреплен за одним поселком. Что происходит дальше? Смотрите, да, она мне здесь этот дом не продала, но потом, когда ко мне обращались мои клиенты, не мои клиенты, а мои друзья, которые тоже хотели купить себе дом по этому направлению, я им давал телефон вот того первого риэлтора. Почему? Потому что она работала в фарватере моих интересов. И вот это тоже очень важный тезис, когда клиент чувствует, что он работает в фарватере, продавец работает в фарватере его интересов. Он не пытается ему что-то втюхать, он не пытается как-то его проломить, он пытается понять, осознать его потребности и потом работать в контексте этих глубинных потребностей. Это еще один из таких глобальных векторов в современных продажах. То есть, когда мы общаемся с клиентом, мы не думаем о том, как ему что-то подать, а мы думаем о том, как с ним установить долгие, взаимовыгодные и фундаментальные отношения. Так. Напишите, пожалуйста, плюсы, все ли нормально у всех с качеством звука видео, а то я вижу, что кто-то пишет, что не очень работает. А, у всех плюсы, значит, это ваша проблема. Ага, спасибо. Итак, двигаемся дальше. Смотрите, как вот это можно применить, вот прям реально на практике. Как только происходят какие-то кризисы, а сейчас уже для нас кризисы – это новая нормальность, да? То есть, и я думаю, что вы сами со мной согласитесь, что каждый год преподносит нам такие сюрпризы, что просто голова кругом идет, еще вот инопланетяне только бы не прилетели в следующем году. Так вот, когда начинается у нас какая-то эта кризисная ситуация, очень многие что делают? Они пытаются перед кризисом что-то впихнуть клиенту в последний вагон. Вот я помню, начиналась, когда пандемия, и всех сажали по своим домам. Я видел, как многие бизнес-тренеры пытались что-то продать своим клиентам. А я же обзвонил всех своих ключевых клиентов, которые заказывали мои тренинги, и предложил всем в это сложное время провести для них бесплатные мастер-классы. Для чего я это сделал? А почему? Потому что я не пытался им ничего продать. Я пытался установить с ними долгие взаимовыгодные и фундаментальные отношения. И когда кризис закончился, они сами ко мне обратились за моими тренингами. Или, например, мы сейчас работали с несколькими компаниями, выстраивали антикризисные продажи. Смотрите, для того, чтобы человек тебя во время кризиса начал слышать, или вообще слушать то, что ты ему предлагаешь, ты не должен начинать с продаж. Ты должен начинать с помощи этому клиенту. И, например, когда мы работали с крупными банками, мы обзванивали ключевых клиентов, и им говорили, вы знаете, мы хотим помочь вам в этой кризисной ситуации сберечь деньги. У нас есть специальный гайд, который мы готовы вам выслать для того, чтобы помочь сохранить ваши инвестиции. Это абсолютно для вас бесплатно. И человек говорил, да, высылайте. Ему говорили, но если можно, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, для того, чтобы потом мы тоже их могли проработать в нашем аналитическом отделе. И задавали клиенту вопросы о выявлении потребностей, и через это осуществляли продажи. Вот как работает система, в которой мы не продаем клиенту, а с ним восстанавливаем вот эти вот долгие, взаимовыгодные и фундаментальные отношения. Итак, значит, следующее, что мы здесь можем с вами использовать. Ну и также, вот смотрите, здесь надо просто сказать в этом плане про контент-маркетинг, про установление этих отношений. Если вы сейчас посмотрите на все крупные компании, туда пошли абсолютно все. То есть найти сейчас какую-то компанию, у которой не было бы рассылки, и у которой бы не было экспертного контента, ну, просто практически невозможно. И мне очень странно, когда я начинаю работать с достаточно крупными компаниями, и вижу, что они еще этим не пользуются. По сути дела, вот сейчас уже эта экспертная составляющая, она и дает клиентов, и в то же время подталкивает их к сделке, и позволяет вам улучшить свои продажи. Посмотрите, какое большое количество клиентов просто заходит на сайт, ничего не покупает. Почему бы не захватить их при помощи лид-магнита? Сколько клиентов, например, уходит после цикла продаж, и говорят, что нам надо подумать там или посоветоваться, и не возвращаются. Почему бы этим клиентам не предложить какую-то ценность и не поместить их в базу? Это очень простые итерации, но очень качественные, которые дают потрясающие результаты. Итак, следующий тренд, про который мы с вами говорим, когда говорим о современных продажах, это дистанция, а не встреча. Ну, это тоже для всех уже стал, наверное, очевидный тренд, и вот благодаря пандемии. Ну, вот тоже пишет Дарья, что вы сказали, что сейчас все делают рассылки, ящики переполнены и так далее. Да, у нас есть так называемая баннерная слепота. И очень странно, что многие, например, до сих пор пользуются, и те же самые сообщения и письма пишут таким образом, что они похожи на спам. Но поверьте, если у вас рассылка ценная для клиента, если он видит в ней какую-то самостоятельную ценность, то он ее будет читать. У меня база 300 тысяч человек, и у меня в подписной базе находится около 70 тысяч подписантов, подписчиков. Я отправляю рассылку один раз в месяц, ну, такую глобальную, да, как бы как дайджест, и я вижу, что процент открываний там, ну, достаточно серьезный. И через это, конечно, я устанавливаю контакт со своей аудиторией. Ну, Александр тоже пишет, конечно, сейчас как раз то время, когда нужно заниматься мультиканальностью. Сейчас кросспостинг – это наше все. В ситуации, когда непонятно, в каких социальных сетях начинать свою активность, надо начинать активность во всех соцсетях. Это здесь с вами невозможно не согласиться. Насчет записи вопрос к организаторам. Итак, следующее – дистанция, а не встреча. Ну, опять же, если раньше было нормально ездить на встречу, то сейчас что происходит? Сейчас все экономят свое время. И когда у нас с вами появилась видеосвязь и возможность, например, говорить с клиентом через видеоканал коммуникаций, ну, не использовать это в продажах очень-очень странно. Сейчас это делают практически все. Это внедряется в автосалонах, давно внедрено в агентствах недвижимости, ну, и так далее, и так далее. И во многих очень сферах бизнеса и в B2B тебе не обязательно садиться в самолет и лететь к клиенту для того, чтобы с ним поговорить. Огромное количество вопросов можно решить дистанционно. Есть даже дистанционные банки, про которые вы все прекрасно знаете, в том числе вот в Европе здесь можно открыть себе счет просто там через камеру, да, и в России тоже есть банки, которые позволяют это сделать, ну, и так далее. Какую дам я здесь рекомендацию? Ну, первая рекомендация – это, конечно, внедрить у себя дистанционный канал продаж, пока это не поздно. В B2B-компаниях, с которыми я работаю, внедрите интернет-магазины. Тоже для меня очень странно. Я работаю с достаточно крупными B2B-организациями и вижу, что у них это не реализовано на сайте. До сих пор нужно обмениваться счетами фактуры, созваниваться с менеджерами и так далее, когда любому человеку уже просто добавить это в корзину, нажать кнопку, и, соответственно, дальше уже это переходит информацию в бухгалтерию, в логистический отдел. Если вы выстраиваете дистанционный канал коммуникации с клиентами, позаботьтесь о том, как вы будете выглядеть, когда с ними будете общаться. Обеспечьте своих менеджеров нормальными камерами, нормальными световыми источниками, роллапами за спиной. И это сразу повлияет на качество коммуникации и улучшит, увеличит ваши продажи. И поверьте, это сделать несложно. И перевести клиента в коммуникационный канал с аудио, например, на видеосвязь, тоже несложно, если вы, конечно, можете предложить ему веские аргументы и выгоду, которую он получит, если туда перейдет. Опять же, когда я провожу тренинги, мы очень часто разбираем именно ту аргументацию, которая позволит нам клиента перевести именно в видеоканал коммуникации. То есть это, может быть, что-то там покажу, подключим еще сотрудников. Ну, там достаточно большое количество аргументов, которые позволяют это сделать. Поэтому дистанция, а не встреча. Если еще не используете дистанционные каналы коммуникаций, пожалуйста, начинайте это делать, только обеспечьте качественной картинкой и звуком своих менеджеров, которые будут этим пользоваться. В конце я дам ссылку, и можно будет подписаться на мою профессиональную рассылку. Следующее. Это эксперт, а не продавец. Что такое экспертные продажи? Эксперт, он занимается исследованием клиента. Вот смотрите, если вы продавец, тебе говорят, иди продай всем. К чему это приводит? Это приводит к выгоранию продавца. Почему? Да потому что в продажах невозможно продать всем. Если ты не сидишь на кассе в пятерочке и не пикаешь колбасой, то у тебя будут клиенты, которые не будут покупать. И если ты ставишь задачу продавцу продать всем, это неизбежно будет приводить его к тому, что эта задача не будет выполнимой, а значит, этот продавец будет выгорать. И здесь мы внедряем так называемый экспертный подход к продажам. Что это такое экспертный подход к продажам? Когда мы говорим, что ты не продавец, ты исследователь своего клиента. При помощи грамотной технологии, при помощи грамотных вопросов, твоя задача сейчас пообщаться с этим клиентом, выяснить проблему или боль, которую ты можешь нейтрализовать, и, соответственно, предложить ему качественное решение, которое улучшит его жизнь. Вот в этом контексте, когда вы начинаете общаться с продавцами, когда такие вы им даете задачи, они выходят на встречу с людьми, и, понимаете, они начинают гореть своей работой. В них образуется большое количество потенциала. Поэтому им не надо ничего втюхивать, им не надо ничего впаривать. Они идут и работают от своего сердца. И второй тезис. Давайте небольшой опрос проведем. Если у вас есть отлаженная технология продаж, ну, вот, как я уже говорил, на одном листе, да, который вы, соответственно, внедрили в свой отдел продаж, и вы дали продавцам. И продавец должен выполнить эту технологию в работе с клиентом. Вот если он выполнил эту технологию в работе с клиентом, но не продал. Он молодец или нет? Напишите, пожалуйста, плюсы в чат, кто считает, что он молодец, кто, что выполнил технологию, но не продал. А минусы напишите в чат те, кто считает, что если не продал, ну какой тут молодец. Не молодец, Елена пишет. Мнения разделились. Плюсы, плюсы, но плюсы все равно у нас больше. Так вот, в современных продажах, тренд современных продаж, что он молодец, что он молодец. Почему? Потому что, если вы внимательно меня слушали, я говорил, что современные позиции продавца, это позиция фильтра. Ему не нужно ничего навязывать, ему не нужно ничего продавать, ему нужно выполнить свою задачу, а там уже дальше мяч на стороне покупателя. Купил товар, хорошо, не купил, нет никаких проблем, перешагнули, пошли дальше искать другого клиента. В этом заключаются современные продажи. И почему мы здесь с вами говорим про экспертность? Потому что экспертность, она всегда нам помогает выделиться в работе с клиентами. Как нам экспертность помогает выделиться в работе с клиентами? Достаточно ввести в цикл продаж всего лишь один вопрос. Почему? Почему именно этот выбор вы сделали? Почему именно это вы хотите приобрести? Для того, чтобы клиент на этот вопрос вам ответил. И тогда у вас будет возможность продемонстрировать ему свою экспертность, потому что клиенты не всегда знают, Какой продукт им лучше подойдет для нейтрализации их задач? И именно когда мы видим в продавце эксперта, вот смотрите, человека, который помогает, человека, который общается в фарватере интересов клиента, человека, который продемонстрировал свою экспертность, вот такому человеку мы готовы с легкостью отдать свои деньги. И это нужно помнить, это тоже является глобальным большим трендом. Итак, эксперт, а не продавец. То есть моя задача исследовать потребности клиента и, соответственно, осуществить сделку, если такие потребности я нашел. Если я таких потребностей не нашел и выполнил технологию, я все равно молодец. Я все равно молодец, да, почему? Потому что у меня нет цели продачи. У меня есть цель установить с клиентом долгие, взаимовыгодные и фундаментальные отношения. И туда идет следующий тренд, который называется ценность, а не манипуляция. Мы с вами уже определили, что манипуляции в современных продажах не работают. А что тогда работает? А работает именно создание ценности своего предложения. И мы здесь рассматриваем две стороны. У нас всегда есть эмоциональные ценности и всегда есть рациональные ценности. И когда мы создаем технологию или цикл продаж, мы должны клиенту дать и эмоциональные ценности, и рациональные ценности. Ну, рациональные ценности, они, как правило, находятся в спокойствии и окупаемости. Да, то есть когда мы показываем, что на длинной дистанции, например, наш продукт может клиенту помочь сэкономить вложенные средства или их окупить, да, и дать ему, например, еще больше спокойствия. Вот здесь вот работает рациональная составляющая. А эмоциональная составляющая, она, как правило, подчеркивает либо статус человека, либо дает ему какие-то визуальные, там, ну, не знаю, какую-то создает визуальную привлекательность для этого человека, либо дает ему какие-то позитивные эмоции. И вот если мы со стороны нашего продукта можем эти две составляющие человеку дать, тогда в этом случае для него эта ценность, она будет наиболее проявленной. И здесь мы не говорим абсолютно ни о каких манипуляциях, мы говорим просто о грамотном технологическом процессе, в котором мы просто учитываем создание эмоциональных и рациональных ценностей нашего продукта. Как это сделать, это, конечно, большой отдельный тренинг, но я вам рекомендую что сделать? В цикл продаж обязательно что включить? Две такие вот ключевые составляющие. Первое – это отстройка от конкурентов, то есть сразу рассказать, чем ваш продукт будет лучше, чем конкуренты. Почему? Потому что неизбежно клиент пойдет, ваш продукт сравнивает с продуктами конкурентов. И второе, что нужно сделать, это в цикл продаж встроить окупаемость вашего продукта, то есть рассказать клиенту, почему именно эти вложения для него будут наиболее оптимальными. Ну, и те деньги, которые он потратит. Вот мы, например, там рассматриваем на тренингах кейсы. Зачем, например, клиенту покупать дорогие шины, если можно купить дешевые? Да, например, там китайские аналоги, которые с теми же самыми протекторами, как американские и европейские шины. И продавец рассказывает о том, что производительность, например, шин этих выше. И то, что он больше денег потратит, эти деньги все равно у него окупятся, потому что эти шины можно будет дольше использовать. Потом, например, мы давим на боль, спрашиваем, были ли у вас случаи, когда, например, с машинами что-то происходило, и они получали серьезные повреждения из-за того, что баллоны взрывались, ну и так далее. То есть работаем и через эмоциональные ценности, и через рациональные ценности. Если товар массовый, брать качеством обслуживания. Вы знаете, здесь огромное количество есть возможностей для позиционирования. Если ваш товар массовый, у вас есть какая здесь возможность? Ну, если вы по цене уже здесь играть не будете, вы можете создавать дополненную ценность. Например, дать дополнительные гарантии на этот товар, которые другие, к примеру, не дают. Или, например, к этому товару предлагать еще сопутствующие товары, которые вы можете продавать, например, дороже. Почему? Но как сопутствующие товары у вас будет выше суммы чека. Например, там с одной компанией, которая там торговала металлопрокатом, там мы работали, разрабатывали у них позиционирование продаж, и мы у них повысили цену на резку этого металла, но само полотно стоило дешевле, чем у остальных. И этот баланс позволял, например, его дороже продавать. Ну и так далее. Здесь надо рассматривать каждый товар в отдельности, какие у него есть возможности. Так, ну давайте сейчас на вопросы тогда я буду отвечать, когда закончу презентацию. Вижу, их достаточно много поступает в чат, а то мы не успеем 10 трендов сейчас пройти. Итак, ценность манипуляции мы разобрали. Значит, процесс, а не результат. Это тоже идет глобальный большой тренд, который называется процесс, а не результат. Если раньше нас всех мотивировали на результат, системы оплаты были выстроены на результат, системы мотивации сотрудников, ну и так далее. Сейчас мы говорим о том, что глобальным трендом является концентрация на процессе. И когда мы говорим с вами о молодежи, да, вот о которой мы с вами говорили, ну и даже не о молодежи сейчас, а о тех людях, которые входят в этот период осознанного проживания жизни, мы с вами понимаем, что цель просто заработать денег в продажах, она у нас становится, ну, довольно такой рудиментной и устаревшей. Что те люди, которые ставят перед собой цель только заработать денег и готовы вкладывать туда все свои ресурсы, они рано или поздно в продажах приходят к эмоциональному выгоранию и потом просто не могут и не хотят заниматься этой деятельностью. Давайте зададим себе сами вопрос, ради чего мы с вами пришли в коммерческую деятельность? И напишите сейчас, пожалуйста, в чат, вы ради чего пришли в коммерческую деятельность? Напишите, пожалуйста, в чат. Вот задайте себе этот вопрос, ради чего вы пришли в коммерческую деятельность, кроме денег? Я понимаю, что мы все с вами работаем в продажах, а показателем, соответственно, нашего адекватного восприятия потребительского опыта является то, сколько люди нам могут заплатить денег. Это я понимаю. А ради чего мы еще с вами пришли в продажи? Напишите в чат. Ну вот, да, еще многие руководители, я согласен с вами, Уолл-стрит до сих пор верит. Да? А, ну ничего страшного, если создание счастливых семей. Для развития самореализации. А для чего? Удовлетворение для чего? Создать подобную услугу – это для чего? Ради свободного времени. Свободное время для чего? Получать удовольствие от свободы – для чего? Получать жизнь клиента адреналина хапнуть – супер, для чего? На самом деле ответ-то более простой, коллеги. Ответ очень простой. Мы с вами пришли сюда в продажи для того, чтобы заработать денег и при этом еще быть счастливыми, понимаете? И это является тоже глобальным трендом, который выстраивает весь процесс нашей работы и взаимодействия с клиентами. Вот если вы понимаете, что вы пришли не только для того, чтобы заработать все деньги этого мира, а вы еще и пришли для того, чтобы с этими деньгами быть счастливыми, тогда у вас полностью и фундаментально начинает меняться ваше мышление. Тогда вы начинаете автоматизировать рутинные процессы. Тогда вы готовы деньгами пожертвовать ради вашего внутреннего состояния. А то мы знаете, как собаки загнанные, бежим за этими целями, а жизнь-то она проходит между пальцев. Мы ее потом не видим и не чувствуем. Я вам могу сказать, например, когда я руководил компанией, там был в бизнесе, я зарабатывал в десятки раз больше, чем бизнес-тренер. Но то, какое было у меня эмоциональное состояние от этих денег, я его не забуду никогда. И скажи мне сейчас, хочешь ты зарабатывать в 10 раз больше, но ты будешь себя так чувствовать, как тогда, или хочешь жить, как сейчас? Я скажу, я хочу жить, как сейчас. Поэтому осознание вот этого баланса, что вы все пришли в продажу не только для того, чтобы у вас были деньги, но и чтобы с этими деньгами еще были счастливы, оно говорит вам о том, что фокус внимания нужно поместить не только на результат, но и на процесс. И если вы смогли процесс вашей работы выстроить таким образом, что он вам доставляет удовольствие и радость, тогда в этом случае результат является просто бонусом, понимаете, от качественно выстроенного процесса. Вот я про что хочу сейчас сказать. Фокус на процессе, на получении удовольствия, от работы с клиентами, от взаимодействия с людьми. Я не понимаю, почему люди до сих пор этого не понимают. И если ты выстроил грамотный процесс, если ты от него кайфуешь, то тогда у тебя с результатами будет все в порядке, и никак не наоборот. Счастье — это то, что мы ищем. Нет, счастье — это индикатор соответствия себя самому себе. Это когда вы себя не обманываете, когда вы занимаетесь той деятельностью, которая себя наполняет, когда вы любите то дело, которое вы делаете, верите в продукт, который вы продаете, в конце концов. В первую очередь счастье — это синхронизация себя с самим собой и отход от социальных парадигм, которые нам были навешаны. Поэтому процесс, а не результат. Если вы являетесь руководителями, создайте такие условия для своих сотрудников и менеджеров, чтобы они кайфовали и получали удовольствие от процесса. И тогда они будут с вами работать и обеспечивать вас качественными результатами. Следующее — чувства, а не технологии. Про что я сейчас здесь хочу вам сказать. Согласитесь вы со мной, наверное, или нет, что когда с вами говорят по скриптам, вы сразу это чувствуете. Вот как вы считаете? Напишите плюсы, кто со мной согласен. Что когда с вами говорят по конкретным скриптам, вы сразу это чувствуете и сразу не хотите разговаривать и общаться с таким человеком. Огромное количество плюсов идет в чат. И то же самое и я, понимаете? И меня это удивляет, почему эти до сих пор технологии люди используют, если они уже не являются конверсионными. Что делать? Мы это называем не скрипты, а сценарии. Что такое сценарий? У тебя есть некие рэперные точки, которые ты должен выполнить, но то, как ты это будешь доносить до клиента, ты уже доноси сам самостоятельно своим языком. И у тебя есть возможность отхода от этих сценариев. То есть ты можешь говорить и ориентироваться на то, как ты чувствуешь человека и как ты с ним общаешься. Например, я вам могу сказать, что я раньше даже сам, как бизнес-тренер, когда мне люди звонили и уточняли информацию по бизнес-тренингам, работал по определенному сценарию, который считал эффективным. Сейчас же я уже работаю на уровне эмоциональной подстройки. Я просто с первых слов уже чувствую клиента. Я уже понимаю, насколько серьезно его намерение. И опять же, работаю не в контексте того, чтобы ему что-то продать, а отфильтровать тех, которые будут заинтересованы в моем продукте и будут готовы на те условия, которые я предлагаю. Поэтому, если вы сейчас работаете, пересмотрите свои скрипты в сторону упрощенных сценариев и сделайте так, чтобы ваши менеджеры работали с клиентами и были более человечными. Потому что жесткая работа по скриптам в современных условиях она вам не будет давать результата, она будет только сокращать ваши ключевые показатели. Но, опять же, как костыли для нового менеджера, чтобы он почитал и хотя бы там где-то что-то смотрел и ориентировался, они, да, будут подходить, но ни в коем случае читать их не надо. А надо, по крайней мере, как минимум тогда заучить и довести их до навыка. Ну, почему? Потому что профессиональные продавцы, они, конечно, общаясь с клиентом, уже работают на уровне подсознания и они осознанно эту информацию не обрабатывают. Итак, двигаемся дальше. Самоубеждение о недожим. Технология пяти этапов продаж, она устарела. К сожалению, у нас мало времени осталось, всего 10 минут. Но, если хотите, найдите мое видео на YouTube-канале, где я рассказываю про новую технологию продаж, где из пяти этапов продаж мы чуть-чуть эту технологию расширяем до, там, девяти этапов, но в целом она упрощается. Что у нас происходит? В первую очередь мы должны с вами продавать клиенту, не убеждая его, а делать так, чтобы он сам приходил к решению о покупке своего продукта. Это можно делать при помощи продающих вопросов. Вам не нужно сейчас презентовать свой продукт клиенту. Вам достаточно рассказать о конкурентных отличиях и показать окупаемость. Вам не нужно задавать огромное количество вопросов о явлении потребностей. Вам нужно только спросить у клиента, какую цель он преследует в приобретении этого продукта, а также какой у него был до вас опыт. Вот и все, два вопроса. То есть, когда общаетесь с клиентами, какой был опыт и как там, и, соответственно, какую цель хотели бы получить или реализовать при помощи нашего предложения. А работа с возражениями всеми, она сводится к тому, что все возражения нужно отрабатывать превентивно и предварительно. А что такое предварительно и превентивно? Ну, услышите от клиента одно и то же возражение. Зачем в цикле продаж его выслушивать, работать на финале презентации, где и так уже эмоции падают, если можно его отработать еще в теле презентации. Ну, то есть, говорят вам дорого, например, клиенты часто. Ну, в тело презентации вставьте себе эту обработку. Скажите, вы знаете, некоторые говорят, что это дорого. Давайте объясню, почему такая стоимость. Или говорят, например, подумаю. Ну, не нужно здесь задавать глупых вопросов. Давайте вместе подумаем, над чем вы хотите подумать и так далее. Дайте своим продавцам инструмент, при помощи которого они могут стимулировать клиента на принятие быстрого решения. Какие-нибудь дедлайны, акции, ну и так далее. Поместите его в контекст, в котором клиент сам подумает, что ему будет выгодно принять быстрое решение. Это я вспоминаю, как я квартиру в Сочи, да, покупал. Когда я приехал, ну, еще вот на хайпе, на ажиотаже, и связался с риэлтором, и он мне сказал такую фразу, знаете, найти квартиру по вашим стандартам будет очень сложно. Поэтому, если хотя бы какая-то одна будет, я вам ее покажу. А так вы только потратите время. Потому что таких вариантов, как вы хотите, под ваши запросы в таком ценнике нет. Тем самым, что сделал? Он просто создал уже состояние вот этого ажиотажа. Вот это и называется самоубеждение. То есть не продавец убеждает, а клиент сам себя убеждает. В этом заключается логика всех современных продаж. Ну и сколько вы можете работать без прибыли, да? Не знаю, про что этот вопрос. Я говорю про то, что если вы наслаждаетесь результатами, наслаждаетесь процессом, то результат у вас будет в два раза больше. Если вы будете на нем просто сконцентрированы и будете идти в выгорание для того, чтобы его обеспечить. То есть наоборот, прибыли у вас будет в этом случае гораздо больше. Итак, двигаемся дальше. У нас остается пять минут. Человек, а не компания. Но мне уже придется очень быстро пробежать эти слайды, да? Потому что у нас уже время подходит к концу. О чем говорит этот тренд? Человек, а не компания. Сейчас, ну знаете, вот как люди сейчас вернулись, что ли, к экологичному питанию, да? То есть насытились. И сейчас очень многие хотят питаться там овощами, фруктами, там и натуральными продуктами. Вот мне кажется, что скоро от технологий тоже люди устанут. И посмотрите, что делают сейчас руководители крупных компаний. Они все бегут в интернет и создают профили в социальных сетях. Посмотрите на менеджеров по продажам. Профессиональные менеджеры, юниты, они тоже создают профили в социальных сетях и работают с клиентами именно через свои персональные данные. И здесь тоже, если вы являетесь продавцом или вы являетесь руководителем, и у вас сейчас нету личного профиля в социальных сетях, то на любых переговорах, куда бы вы ни приехали или ни общались, если этого нет, то это уже возникает вопрос. А почему у вас этого нет? Может быть, вы какой-нибудь там тайный олигарх? Тогда да, наверное, может быть, он вам и не нужен. Но если вы работаете в публичных продажах, то надо позаботиться о том, чтобы ваше представительство в социальных сетях, оно сейчас уже начинало расти и набирать свой бэкграунд. Почему? Потому что с него вы потом будете получать новых клиентов. И сейчас люди хотят работать с человеком, а не хотят они работать с компанией. Сейчас больше идет доверие именно человеку, нежели просто какому-то бренду. Оно сохраняется. Но посмотрите, что происходит. Очень многие бренды, они в первую очередь своих сотрудников начинают вперед выставлять и позиционировать их. Почему? Потому что с человеком создать доверие гораздо проще, нежели с компанией. Про Сочи это не манипуляция, спрашивают. Это контекст, грамотно созданный для того, чтобы я быстрее принимал решение. И вот такие контексты... Почему? Это был факт. То есть это никакая не манипуляция. Действительно было очень сложным к таким критериям найти квартиру. Это так и было. Но этот факт создал контекст, в котором я принял сам решение. Я вот про что говорю. То есть про то, что не надо ничего продавать, а нужно создавать контексты, в котором сам человек будет догадываться, что ему делать. Ну и последний, давайте, тренд. Сердце, а не социум. Коллеги, я понимаю, что многие вещи, которые я вам сейчас говорю, они, скажем, заглядывают далеко очень вперед, и у многих из вас могут вызывать сопротивление. Это совершенно нормально. Потому что мы все с вами привыкли выстраивать продажи по англо-американским книжкам, которые сейчас совершенно не работают. Но дальше все будет совсем по-другому. Понимаете? Сейчас идет огромная глобальная трансформация. По сути дела, мы сейчас все находимся под зомбированием вот этих вот социальных догм общества потребления. И очень многие клиенты тоже. И мы с вами тоже. И основная наша задача такая, это гонка за какими-то целями, чтобы быть лучше, успешнее других, ну и так далее, и так далее. Но факт заключается в том, что только 20% людей обладают вот этим вот необходимым количеством энергии для того, чтобы постоянно куда-то бежать. А 80% людей, они такой психофизической энергией не обладают. И они в этой гонке неизбежно будут проигрывать. И еще один большой идет глобальный тренд, это синхронизация самого себя с самим собой. Что я подразумеваю под этими вещами? Задайте себе один очень простой вопрос. Вы в коммерческой деятельности работаете ради чего? Вы работаете там ради выживания или ради самореализации? Если вы работаете там ради выживания, тогда в этом случае особых успехов там все равно не будет. Но если же вы работаете там ради самореализации, то есть вы туда вкладываете какие-то свои таланты или грани личности ваши там каким-то образом больше проявляются, то тогда в этом случае, в этой деятельности вы будете достигать этого внутреннего успеха. Поэтому вот этот глобальный тренд, я бы его хотел прям обозначить, наверное, как самый главный. То есть отход от социума и от тех форматов, которые нам навязаны обществом потребления, и переход в область нашего сердца, где люди пытаются самоопределиться, в первую очередь понять себя, узнать, какая деятельность им нравится, и работать на пике своей мотивации. Почему? Потому что если ты занимаешься своим делом, то тогда в этом случае ты обеспечен необходимым количеством психофизической энергии, и у тебя нет ни выгорания, и ты с утра встаешь радостно, идешь на работу, и с работы приходишь, хорошо себя чувствуешь. Но если ты работаешь из состояния выживания, из состояния страха за будущее, то тогда в этом случае, ну, конечно, каких-то серьезных, эмоциональных, и в том числе профессиональных результатов ждать очень сложно. Ну что ж, уважаемые коллеги, вот я вам попытался вкратце быстро рассказать 10 основных трендов, которые, я считаю, являются сейчас наиболее перспективными, либо выйдут вперед в самое ближайшее время. Я сделал для вас небольшой подарок. Это какой? У меня есть, во-первых, 15 чек-листов для увеличения продаж. Вы сейчас можете сделать скриншот экрана, и потом, соответственно, вот пройти по ссылке и скачать, соответственно, эти чек-листы. Либо вот у меня есть бесплатный тренинг по продажам, он включает в себя 20 моих самых популярных видео и статей. Вы можете его дать своим менеджерам, либо пройти его сами, если хотите, продавать по-новому с учетом современных тенденций и традиций. Вот. Смотрю, что тренинг отзывается. Ну, друзья, тогда я прошу вас, напишите, пожалуйста, как вам сегодняшняя информация, которую я дал на конференции Bittrex24, насколько вам это было актуально и было полезно. Итак, супер, спасибо, 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 здорово. Спасибо вам большое, спасибо большое. Я очень рад был сегодня с вами поработать, это действительно было восхитительно. Спасибо вам большое. Огромное количество положительных отзывов. Спасибо, коллеги. Спасибо. Голосом еще большое спасибо. Вопросов много, но на большую часть вопросов вы, походу, уже ответили. Если остались вопросы, друзья, вот публичные ссылки, чуть выше были ссылки живые, на которые можно мышкой кликнуть. Но я думаю, что вы либо со скриншота, либо с чата до них добрались. Мы поделимся презентацией. Она была сейчас в таком волшебном совершенно виде. Мы их даем в виде файла. Можно будет с ней познакомиться детальнее, посмотреть и подумать еще над трендами. Было ощущение, что в онлайне, в чате было такое противопоставление. Старые школы, условно, новые школы, старых трендов, новых трендов. И было ощущение, что все старое нужно разрушить и потом построить новое. А вот я бы хотел таким финальным вопросом завершить. Это означает сейчас, вот мы послушали про тренды. Для многих они оказались неожиданными. И есть действительно внутреннее сопротивление. Что нет, я сейчас выстроил таким образом все свои процессы, а нужно их менять. Вот старые процессы нужно полностью забыть, и на их месте что-то новое, конструкция появится. Либо это некоторая трансформация процессов, внутреннего понимания. Как это идти? Я не сторонник радикальных решений. Все-таки я физик-ядерщик по образованию. И здесь я всегда предлагаю обратить внимание на фокус вашего внимания. На фокус вашего внимания. Не нужно разрушать никаких старых моделей, тем более если они приносят вам результат. Но фокус своего внимания нужно направить именно в ту сторону, которая является для вас наиболее перспективной. И что вы увидите? Вы увидите, что как только мы перенаправляем свой фокус внимания на какие-то новые перспективы, нам там судьба начинает предоставлять новые возможности. Мы начинаем там принимать чуть-чуть другие решения. И мы начинаем двигаться в альтернативном этом направлении. И потом оно само потихонечку начинает замещать какие-то старые модели, которые мы использовали. Это как, например, человек работает на нелюбимой работе, и там выгорает. Вот стоит ему там работать. Он может сейчас пойти все бросить и сесть дома на диван. Но почему бы ему в нерабочее время не направить свой фокус на поиск себя, не закрывая эту дверь? Поэтому для меня вот этот подход является наиболее оптимальным. Направь свой фокус внимания на что-то новое, и ты увидишь, как тебе дадут там перспективы. Ну, если, конечно, этот фокус внимания был направлен именно на то направление, которое соответствует твоему сердцу. То, что я вот сейчас говорил. Трансформация отзывается. У меня точно. Я думаю, что, коллеги, у вас тоже надеюсь на это. Не рушим старое, трансформируем в новую модель, которая приходит. Не призываем вас порушить то, что было. Виталий, спасибо огромное еще раз. Мы поделимся материалами, и коллегам дадим возможность еще раз посмотреть на презентации на тезисе. Да, если можно, прям вот финальный аккорд небольшой, да, такой вот самый крупный мазок вам дам. Вот, друзья мои, в этом мире очень мало любви. Вот я хочу вам сказать в завершение этого тренинга. Что я имею в виду? Мы вот все хотим быть с вами любимыми, но свою любовь мы отдавать почему-то не хотим. Вот она у нас идет всегда через призму каких-то наших выгод. Вот сделайте для меня что-то хорошее, я, возможно, вас полюблю. Вот я предлагаю всем начать с себя. Больше любить клиентов, больше любить коллег, больше любить этот мир и то, что он нам дает. И если мы с вами наш глобальный фокус любви направим на любовь к тому, что мы с вами видим вокруг, этот фокус трансформирует и все наши результаты, и все то, что мы с вами видим в этой реальности. Вот такое хотел бы вам дать напутствие. Начинать надо с себя. Предлагают реагировать огнем внизу. Если отзывается, нажимайте, да, и вижу, счетчик пошел. Спасибо большое. Спасибо всем. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Вы очень классная, открытая и активная аудитория. Спасибо вам большое. Виталий, спасибо большое. До встречи. До встречи. Друзья, у нас с вами есть еще 25 минут. И за эти 25 минут вижу, что огня много, любви сильно прибавилось. Мы не будем от концепции любви отходить, но поговорим про технологии. Я в оставшиеся 25 минут покажу, ну, наверное, такой минимум, может быть, гигиенический минимум CRM или технологической базы для работы с продажами, которая помогает вам выстраивать взаимоотношения с клиентом. Надеюсь, что для большинства из вас эти тезисы будут понятными и где-то вы их уже видели. Возможно, вы их уже применяете. Если так, ну, давайте знать в чате. Мы будем подсматривать. Я буду говорить про инструменты CRM Bittrex24 и коллеги в чате точно так же готовы ответить на вопросы, если я буду в высоком темпе разговаривать и пропущу какой-то из них в чате. Коллеги подхватят и поговорят за меня, дадут такой ответ. Итак, я разделил на несколько блоков презентацию. Вот таким образом заголовки будут выглядеть и мы по этим блокам нескольким пройдем. Я буду давать комментарии, буду показывать скриншоты и подглядывать в чат тоже. Первое, что нам необходимо сделать, это контролировать нашу коммуникацию с нашими клиентами. Мы не можем общаться хаотично. Мы понимаем, что количество каналов, которые есть у нас в взаимодействии с нашими клиентами, оно очень большое. Правда? И оно становится все больше и больше. Какие-то логотипы здесь пропадают, какие-то появляются, но тем не менее нет возможности у компании общаться только по телефону, только по электронной почте. У нас постоянно растет количество каналов, где нам необходимо присутствовать. Мы новые эксперименты с новыми социальными сетями проводим, например, или с классическими форматами работаем. Но мы не должны пропустить ни одного клиента, который приходит к нам независимо от канала. Поэтому первое, что мы с вами делаем, мы объединяем эти все каналы в единой CRM-системе для того, чтобы она фиксировала все у себя. Нам позвонили, нам написали в почту, нам прокомментировали наш пост в социальных сетях, нам написали через мессенджер, к нам пришел человек, мы должны все эти контакты зафиксировать. Здесь на скриншоте пример контакт-центра Bittrex24, который как раз объединяет в одной точке внутри CRM-системы всю коммуникацию с нашими пользователями. И входящую, и исходящую. У меня есть вопрос, который я регулярно задаю. Если вы были на мероприятии на прошлой неделе, на одном из мероприятий, я уже спрашивал, если у вас внутри стандарт, как быстро нужно ответить. Давайте проведем маленький эксперимент. Если с прошлого раза вы помните, то у вас готовый ответ. Если нет, то задумайтесь. Напишите, пожалуйста, в чат, насколько быстро нужно ответить на вопрос. Ну, давайте в чате. Вот тут у меня в чат почта и сайт. В чате. 20 секунд моментально, 5 минут, 3 часа. Смотрите, разные ответы. Спасибо большое за активность, друзья. Я и в прошлый раз говорил, и говорю в этот раз, что какого-то правильного ответа его фактически нет. Нельзя сказать, что Сергей прав, а Георгий нет, например. Нет. Во-первых, у Сергея и Георгия цифры близко. 60 секунд и 30 секунд. Но, тем не менее, если спросить нас как пользователей, ну, конечно, мы хотим сразу же. Если спросить нас как бизнес, то все зависит от, и тут уже коллеги пишут, да, зависит от времени вопроса. Если я написал ночью, ну, конечно, я бы хотел, чтобы мне ответили быстро, но я в голове держу, что, наверное, этого может не произойти, это нормально. Если я написал в выходные, да, если я написал в рабочее время, если у меня отрасль, в которой никто не отвечает за 2 минуты. Ну, здорово, если вы будете первым. Это очень круто и конкурентное преимущество. Но, тем не менее, отрасль может позволить вам не в течение 30 секунд отвечать, а в течение часа. Если это почта, если это форма сайта, то тоже у вас будет какой-то свой ответ. Может быть, это автоматический ответ. Да, вижу, Вячеслав, пишите. Да, так может быть. Если у вас коммуникация с вашими пользователями позволяет автоматический ответ, можно подключать условно ботов, которые бывают в простом формате, они просто отвечают на типовые вопросы. Могут быть в сложном формате, которые прям неотличимы по началу диалога, по крайней мере, с людьми, которые распознают речь и дают качественные ответы. Да, можно этим пользоваться, если формат коммуникации такой предполагает. Например, если я написал в нерабочее время. Отлично, я нормально это восприму. Пожалуйста, если мы написали в нерабочее время, то вот такой какой-то дежурный ответ даже даст непонимание, что все окей. Мы с помощью CRM-системы эти наши цифры, которые только что в чат написали, можем контролировать. Можем контролировать, как быстро мы отвечаем, как быстро мы перемещаемся с одной стадии на другую, в каком канале мы больше взаимодействуем. Пожалуйста, аналитика CRM-системы такой ответ дает. То есть мы придумали, как быстро должны, всем рассказали и с помощью CRM-системы контролируем. Достаточно простые вроде вещи. У меня в конце блока будет такой результирующий слайд, по которому мы быстро будем пробегаться, что по пунктам, о чем я говорил, и что нужно бы зафиксировать, чтобы у вас в компании это работало. Считаем все обращения клиентов. Во всех каналах мы должны точно отвечать на вопрос, сколько обращений входящих у меня было за последнюю неделю. Я должен точную цифру уметь назвать. Мы должны быть уверенными, что мы отрабатываем их достаточно быстро. Если время для вас очень критично, прям считаем, это ключевой показатель для нас. Если не так критично, то следим за ним, чтобы мы не вываливались за средние значения тоже. И мы понимаем, как мы общаемся с клиентом. Про как, каким образом, насколько качественно, мы чуть дальше еще поговорим. Будет прям отдельный слайд, но про это помню. Второе, что мы делаем, когда мы всех записываем в CRM-систему и общаемся в разных каналах через CRM-систему, мы, конечно, накапливаем базу клиентов и пополняем ее сразу же. Это вот второй эффект CRM-системы, который говорит, вы не просто ответили на разовый запрос, вы записали потенциального или текущего клиента к себе в CRM-систему для того, чтобы в будущем иметь возможность общаться с ним. Вы пополняете такую базу. Если вы такую базу формируете, значит, вы дальше имеете возможность с этой базой работать. Потому что, если у вас была группа в социальной сети, и социальная сеть закончилась, или если аккаунт у вас увели, или если еще что-то случилось, то вы потеряли все свои контакты с клиентами. Вам необходимо эти контакты зафиксировать и уметь разговаривать с ними в том канале, в котором можно. Телефон, почта, возможно, география, как у вас эти процессы могут быть организованы. Поэтому мы все записываем в CRM-систему и сразу же записываем не только контакт имя, фамилию человека или название компании, если мы в B2B-сегменте работаем. Мы записываем еще какой-то признак. Здорово, если это получается автоматически. Так можно. Технологии позволяют иногда заглянуть в базу юрлиц, например, и обогатить CRM-систему. Сразу же записать туда оборот компании, отрасль, если это публичная информация. Пожалуйста. Если мы говорим про физлицо, иногда мы можем действительно обогатить профилем в соцсетях и там что-то посмотреть. Но чаще всего мы в обычном общении уточняем какие-то данные. Если это B2C-формат, мы уточняем, какой человек по профилю, что нас интересует. Нас интересует возраст его детей или домашние животные, какие у него есть, или автомобиль, на котором он ездит. Что-то, что поможет нам дальше поделить аудиторию на разные части, на разные сегменты и взаимодействовать. То же самое в B2B-формате. Какая компания, какой критерий нам важен для того, чтобы дальше с ними взаимодействовать. И в дальнейшем, когда мы общаемся больше и больше в CRM-системе, у нас накапливается информация и статистика. Наша статистика взаимодействия с клиентом. Как часто мы с ними разговаривали, сколько раз он к нам обращался, это прямо видно. Мы называем это timeline. Вот в правой части карточки он виден. Плюс мы можем также сегментировать клиентов и сказать, что все, кто покупали у меня в последние 6 месяцев что-нибудь, эта информация есть в CRM-системе, это отдельный сегмент, и с ним я тоже поработаю. Отдельно всегда говорю про права доступа, потому что база клиентская очень важная история. В каждой компании очень важная точка приложения, фокуса вашего внимания, поэтому всегда мы настраиваем права доступа. Кто может смотреть, кто не может смотреть, кто может редактировать, кто может удалить, кто может выгрузить файл. Это важный момент. Не пропускайте его. Надеюсь, что это капитанская истина, поэтому быстро здесь пробегу. Итак, что мы делаем про формирование базы клиентов, когда говорим? Мы записываем всех и текущих, и перспективных. Мы сегментируем сразу, насколько это возможно, то есть записываем признаки клиента или компании, и мы настраиваем права доступа. Таким образом, мы формируем базу клиентов. Теперь про процесс продажи. Есть бизнес, который продает спонтанно. Я стою, продаю мороженое в парке летом. Вот, пожалуйста, у меня какой-то трафик проходящий есть. Записывать мне их к себе в базу, наверное, особенного смысла нет. Но, во-первых, за что люди будут давать контакты, нужно там специально придумывать. Во-вторых, как я с ними буду взаимодействовать в дальнейшем. Это такой трафик, может быть, он туристический прям. Есть бизнесы, когда есть цепочка принятия решений. Прямо целый цикл. Тут в чате писали про проектные продажи, когда процесс продажи длится не два дня, а несколько месяцев, иногда в крупном сегменте несколько лет. Мы должны понимать, как строится у нас такой процесс. Ну, не только понимать, но еще и подсказывать нашим менеджерам, нашим сотрудникам, что за таким действием нам необходимо сделать для достижения лучшего результата. Вот где тот самый фильтр должен располагаться, да, в самом начале. Мы проверили клиента, подходит ли он нам, подходим ли мы ему. В дальнейшем мы с ним поработали и по разным стадиям провели клиента. В какой момент нам нужно лучше ему помочь, как ему лучше помочь. Все эти алгоритмы мы закладываем в CRM-систему. Это воронка продаж, по стадиям мы движемся. Это, возможно, какие-то подсказки или автоматизация, про автоматизацию тоже будет блок, поговорим. Значит, немножко всегда комментирую я про необходимость разделять удачный и неудачный опыт, но работать и с тем, и с тем. Вот есть пословица про семь раз отмеря, один отрежь. Значит, я ее чуть-чуть переформатировал, и получается, что удачное завершение сделки у нас только одно, а вот неудачных много. И нам нужно конкретно понимать, какое же из них, какое конкретно неудачное действие привело к поражению в конкретной сделке. А потом статистики мы смотрим. Поэтому мы всегда записываем вариант проигрыша, почему мы не продали этому человеку или этой компании свой товар или свою услугу. И там есть разные варианты ответов. Потому что это дорого, потому что человек отложил проект, потому что он выбрал конкурентов, и какое-то количество вот такой набор. Потом в дальнейшем мы сможем это в статистике смотреть и сможем конкретно разбирать случай, если нам нужно понять в этой конкретной сделке. Почему мы не достигли успеха? Мы можем посмотреть, какая была причина отказа и углубиться еще в дальнейшем про аналитику. Тут немножко поговорим. Друзья, верните мне, пожалуйста, обратно связи. Может быть, я совсем капитанские вещи говорю, и у вас все давно это настроено. Я буду чуть быстрее пробегать такие слайды. Скажите, пожалуйста, кто записывает, а кто не записывает причины отказа системно. То есть по каждому проигрышу есть ответ, почему мы можем посмотреть это в какой-то системе, почему мы проиграли такую сделку. Если вы фиксируете, напишите плюс. Если не фиксируете, напишите минус. Опять же, тут нет правильного ответа, кто делает, кто не делает. Мне сейчас для понимания, насколько я попадаю контекстом, контентом в задачи вашей потребности. Вижу пока больше плюсов, один минус. Значит, тут есть два ответа частых. Либо вы немножко стесняетесь написать минус, либо у нас действительно аудитория в большей степени это делает. Ну, давайте я не буду догадываться, почему так происходит. Я вижу больше плюсов, немного минусов. Я надеюсь, что те, кто не фиксирует еще, поняли смысл, зачем это необходимо делать. Очень рекомендую. В CRM-системе это делается автоматически. Вы смотрите потом и статистику, и по конкретной сделке в дальнейшем работаете. И еще третий момент. Вы можете сегментировать ту аудиторию, которая потом отказалась у вас со сделками, отказалась от ваших продуктов или от ваших услуг. Вы можете выбрать всех клиентов, которые сказали «у вас дорого» со специальным предложением к ним прийти. Которые сказали «мы откладываем проект на пару месяцев, через пару месяцев к ним прийти» и так далее. То есть с этим потом в дальнейшем можно работать. Это ваши потенциальные клиенты, не бросайте их. Про процесс продаж. Последовательность действий, последовательность стадий. Тут все должно быть понятно. Количество воронок продаж. Я не говорил в тексте, но давайте сейчас прокомментируем, что у большинства бизнесов есть не одна воронка продаж. Часто показываю, иллюстрирую на автомобильном бизнесе. Там есть несколько процессов. Есть воронка продаж, когда я приношу автомобиль, привожу автомобиль на трейд-ин, когда я покупаю новый автомобиль, когда я привожу автомобиль на сервис, на дополнительные работы. И это разные воронки продаж. Разные отделы часто, если вы сталкивались, занимаются этими процессами. Поэтому отличаются стадии, отличаются люди. И в каждой компании есть несколько воронок продаж чаще всего. Их нужно вести отдельно, и между ними нужно настраивать связь. Называется иногда это тоннелями продаж Это уже ближе к автоматизации Но такую цепочку обязательно нужно простраивать Ну и обязательные поля необходимы нам на стадиях Когда нам нельзя перейти на следующее Не заполнив текущее поле В качестве примера можно посмотреть Мы не делаем коммерческое предложение Если не знаем оборотов компании Например, так у вас заведено Или мы не можем сделать коммерческое предложение Пока мы не прояснили какой-то момент Что самое важное, например, для клиентов Прямо отдельным полем записали Так тоже можно делать с помощью CRM-системы Это автоматика Следующий блок мы планируем повторные продажи И вот тут я чуть-чуть залез на территорию На предыдущем слайде на эту Значит, какие повторные продажи у нас есть Это регулярные сделки Когда мы постоянно продаем что-нибудь Абонентское обслуживание, например Это кросс-продажи Когда мы продаем сервис к автомобилю кукленному И это повторные попытки Когда мы начали работать с человеком Первый раз у нас ничего не получилось А на второй раз у нас, возможно, что-то получается Мы студия дизайна Мы предложили дизайн первый раз Не сложилось, мы предложили его второй раз И второй раз все получилось А может быть с пятого все получилось Но тем не менее мы повторную продажу Вторую, третью, четвертую попытку Можем так сделать Почему здесь волшебные буквы LTV? Это lifetime value Мы считаем в большинстве случаев сейчас Покупки наши не один раз Покупки наших клиентов А несколько раз Клиент покупает у нас на протяжении пяти лет За это время он совершает пять покупок Каждая по сто тысяч рублей LTV пятьсот тысяч рублей Вот, пожалуйста И мы понимаем, что этого клиента Мы бы хотели к себе привлечь И сделать так, чтобы этот клиент остался с нами И на кону не сто тысяч, а на кону у нас получается уже пятьсот Вот в этом смысл Разные сценарии повторных продаж Как раз помогают нам сделать так Чтобы мы эти сценарии отработали у себя Так, сейчас идем на следующий блок И в следующем блоке как раз то слово Про которое я уже говорил Это туннели продаж Которые позволяют нам связывать разные воронки между собой Вот у нас есть разное количество воронок Разные люди, повторюсь, отвечают И мы делаем так, чтобы из одной воронки Автоматически наш клиент перетекал в другую Менеджеру на блюдечке мы его преподносим Говорим, смотри, человек купил автомашину Предложи ему, пожалуйста, сервис Запчасти, колеса Все что угодно И такие сценарии вы у себя заранее прописываете Вот ваша роль как руководителя отдела продаж Или как руководителя компании Как раз состоит в том, чтобы эти сценарии увидеть Знать и оцифровать Что мы поступаем с клиентами Последовательно, таким образом Тем, кто купил у нас одно, мы предлагаем другое Тем, кто не купил у нас, мы предлагаем что-то еще И эти вот цепочки выстраивать Здорово, если они у вас автоматизированы Вы в меньшей степени зависимы от человеческого фактора Когда вы просто отправляете менеджера в поле И говорите, принесешь миллион, получишь свой процент Мы систематизируем, оцифровываем его работу Так, чтобы ему было проще Нам было проще вводить нового человека в должность Мы не теряли Вот иногда говорят, мы с Игорем Маном проводили эфир Он говорит, воровка продаж Потому что на каждой стадии кто-то теряется Такая воронка Сито, через которое просачивается наш клиент Вот чтобы эти потери от одной стадии к другой Были намного меньше Мы их автоматизируем Итак, про повторные продажи, когда мы говорим Мы говорим про регулярные сделки Обязательно систематизируем их Тоже есть у меня классическая иллюстрация Это компании, которые продают страховки На автомашины, страхование жизни Любое другое страхование Это их основной бизнес И они отлично оцифровали этот процесс Если мы посмотрим, то мы всегда получаем заранее предупреждение о том Что у нас заканчивается страховка Или операторы мобильной связи Операторы, провайдеры интернета Которые позволяют нам доступ получать Они всегда напоминают нам Здесь у вас закончилась оплата Здесь, посмотрите, пожалуйста Все эти уведомления автоматом настроены Если можно, если достаточно настроить автоматические уведомления Это здорово Звонить из-за пополнения баланса на 300 рублей Нет никакого смысла человекам Поэтому нужно автоматику сделать Если у вас крупная сделка, крупная продажа То, наверное, менеджер должен позвонить заранее И поговорить Как это сделать, определяете уже вы Исходя из того, кто на той стороне Какой клиент и чего он ждет Достаточно ему сообщения в мессенджер или смс Либо ему нужен звонок от менеджера, чтобы поговорить Про кросс-продажи поговорили Из одной воронки в другую мы перекладываем И про повторные попытки тоже поговорили Пожалуйста, не забудьте, что клиент, обращаясь к вам И вы проигрываете сделку Не теряйте его Вы за него уже заплатили Это ваш потенциальный клиент Уже какая-то коммуникация была И вы в дальнейшем работаете с ним Потому что он ваш потенциальный клиент Вы его уже отфильтровали Он в поле вашего зрения И вы тоже в поле его зрения Теперь про аналитику Я говорил, что мы посмотрим на этот блок Конечно же, когда вы роб Руководитель отдела продаж Когда вы руководитель компании Вы достаточно много, и это основная ключевая роль у вас Работайте с аналитикой, чтобы понимать Как идут продажи, как идут дела У вас есть ключевые отчеты Которые вы смотрите раз в день Раз в неделю Раз в месяц регулярно У вас есть срезы, которые вы смотрите по необходимости Как дела у конкретного менеджера Как дела у конкретного продукта Как отработала акция Как мы отрабатываем лиды Какие у нас показатели по скорости отработки Какие у нас показатели по удовлетворенности Если вы это измеряете внутри То есть разные срезы дополнительно вы себе навешиваете и постоянно смотрите. За это в Bitrix24 отвечает CRM-аналитика, отдельный раздел, в который вы заходите, и по разным разрезам CRM-система подсказывает вам, что можно посмотреть, что можно сделать. В CRM-аналитике вы видите воронку продаж, естественно, и можете смотреть на конкретного менеджера. И здесь я уже вопросами вас не буду мучить и скажу голосом, почему один менеджер может быть успешнее другого, вот с помощью CRM-системы можно дать ответ на этот вопрос. Можно посмотреть на статистику, где он успешнее. Он успешнее назначает встречи, он успешнее конвертирует из подписанного договора в сделку или в подписанный договор. Что он делает лучше, чем его коллеги? Если нам в статистике это стало понятно, мы на этой стадии можем послушать его разговор или почитать его диалоги. Может быть он придумал такой классный ход, так интересно разговаривает, такой преимущество конкурентный выделил. Так научился строить фразу, что клиенты покупают у него лучше, чем у его коллег. Может быть у него тон голоса такой, может быть там секрет непонятный, но этот секрет найти совершенно спокойно можно. Поэтому про успешность менеджера вижу. Ну, давайте я чуть подробнее расскажу. Я рассказываю иногда историю про девушку с обворожительным голосом и активного молодого человека, чтобы никого не обидеть. Такая ситуация. Значит, руководитель отдела продаж смотрит на результаты двух своих сотрудников, одна из них девушка, второй молодой человек, и видит, что и у того, и у другого конверсия итоговая, то есть процент завершенных сделок не очень классный. Значит, но девушка потрясающе назначает встречи. Ну, прям божественно великолепно. А молодой человек очень круто их закрывает. Значит, у нее начало воронки классное, лица, принимающие решения, это мужчины 40-50 лет, и они на ее предложение назначить встречу для демонстрации их продукта, а она, ну, божественно говорит по телефону, прям сказочно слушается, соглашаются часто. А вот на молодого человека соглашаются редко, но зато, если они приходят на встречу, то молодой человек закрывает хорошо, а девушка закрывает на контракт, ну, не очень здорово. Вот тут они отличаются. Если вы, Роб, какие ваши действия, что вы делаете с этими наблюдениями? Напишите, пожалуйста, в чат, как вы будете реагировать вот на эту ситуацию. Вы посмотрели, выяснили вот такую статистику, и вам нужно принять управленческое решение. Что нужно делать с этими двумя сотрудниками, с одним, с другим, как с ними можно поработать, повзаимодействовать? Так, объединить, отправлять на встречу вместе. Девушка на назначение встреч, молодого человека на закрытие сделок. Так, то есть мы используем их сильные стороны, да? Как в жизни? Кто первый решается на встречу? Ну, кто первый решается? У них разные клиенты, они по-разному решаются. Так, найти третьего. Эти два плохо конверсионные. Нужно найти третьего, который будет хорошо конверсионный, да? Протестировать каждого, разделить паралям. Пусть работают вместе и получится. Смотрите, я скажу вам ответ, который был. Опять же, тут правильного ответа, я не знаю, есть или нет. Это такое управленческое решение, которое имеет результат. Их объединили действительно. Девушка назначала встречи, они вместе шли на встречу и хорошо закрывали. Почему не отправили молодого человека на встречу? Потому что встречу назначала девушка. Если ее там нет на встрече, ну, то такое обманутое ожидание у клиента. Значит, можно было их поучить, да? Каждого потренировать. Может ли молодой человек натренироваться говорить таким же мягким женским бархатным голосом, как девушка? Ну, вряд ли. Поднять конверсию сможет, но результат будет немножко другой. Значит, для чего я рассказал эту историю? Для того, чтобы стало понятно, как CRM-система может дать информацию для управленческого решения. Если бы мы не знали, как они разговаривают, если бы мы не видели, что у них происходит в статистике, у нас было бы ощущение, что оба они не очень, и нам пришлось бы их менять обоих. Кстати, в результате там получилась очень хорошая конверсия, классная, крутая, намного лучше, если бы их заменили на двух стандартных средних менеджеров со средней конверсией, как у всего отдела. Вместе не дойдут, но доходили до встречи, там все было хорошо и красиво. Значит, мы говорим про то, что CRM-система может дать нам ответ, почему один или другой менеджер успешнее в целом или на разных стадиях. Так, хорошо. Мы можем смотреть от общего к частному. Да, мы посмотрели на статистику, послушали разговоры, и так можем действительно двигаться по аналитике. Здесь, надеюсь, все понятно. И тоже. Аналитика – это ключевые отчеты, которые системные должны быть. Нельзя смотреть раз в два месяца какой-то отчет. Нет, руководитель отдела продаж смотрит их постоянно. Ключевые отчеты, день, неделя, месяц у него есть, он их постоянно мониторит, реагирует на статистику. Воронку продаж отстраивает и смотрит точно так же. Ну и детали по сделке, по менеджеру, по продукту, по необходимости тоже может из аналитики вытащить. Нужно ли обучать людей? Нужно, конечно. Это могут быть отдельные тренинги. Здорово, если у вас есть система, которая учит людей, тестирует и постоянно держит их в тонусе, например. Или постоянно подкидывает им новую информацию, постоянно на мотивации работает, если она у них внутри недостаточная. Здорово, если в компании есть база знаний, которую вы постоянно пополняете и актуализируете. В VITREX24 можно это делать. Например, база знаний по продажам, по продукту, по разным технологиям, которые вы у себя используете. Если вы работаете в чатах, можно прям готовые ответы в чат подсовывать, чтобы не набирать это руками, намного проще получается. Итак, обучаем сотрудников. Конечно, обучаем, когда при запуске новый сотрудник пришел или проект запустился. По результатам аналитики и тестов мы поняли, что плохо закрывает человек на встречах, надо его поучить. Поучили, заново потестировали, отправили обратно закрывать с уже большей конверсией. Ну и формируем базу знаний, конечно же. Это такая большая история. Про автоматизацию. Оставил на вкусное. Сценариев автоматизации огромное количество. Здесь я вам рекомендую с нашими партнерами пообщаться. Сейчас в чате я не знаю, успеем или нет, но потом, когда вы будете разговаривать, пожалуйста, задавайте вопросы, что можно автоматизировать. И все, что необходимо или все, что можно автоматизировать, конечно, лучше отправить на автоматизацию, чтобы не нагружать менеджеров, чтобы убрать человеческий фактор. И там большое количество плюсов есть. Что конкретно нужно автоматизировать? Тоже большое количество сценариев, и коллеги лучше расскажут. Можно сделать автоматикой сервисные сообщения, можно сделать автоматикой генерацию сообщений, генерации документов, которые не любит менеджер никогда. Много-много возможностей у автоматизации есть. В Bittrex 24, пожалуйста, это все используется. Мы и процессы контролируем. Помните, в самом начале мы говорили, автоматически следим, как быстро мы отвечаем. Мы сервисные сообщения отправляем. Ваша машина готова, ваш товар приехал, заберите, пожалуйста, не оплачьте счет. Все это можно делать автоматом, не звонить самостоятельно. Создание документов, ну и много-много всякой работы. Если вам не хватило возможности Bittrex 24, а у нас огромное количество функций, у нас есть Marketplace, где партнеры развивают сценарии, которых мы не заложили изначально. Специализированный сценарий интеграции внешние. И там есть большое количество приложений, там больше тысячи, из которых можно выбрать и посмотреть, какое вам облегчит жизнь еще больше. Не буду комментировать, какие есть и скрипты, и аналитики, и боты, которые все это делают. Пожалуйста, автоматизация совершенно различная. Здесь в презентации, я вот уже в финале, чуть на минутку мы залезли, но я думаю, что не так страшно. Мы посмотрели сейчас на базовые инструменты CRM-системы, которые должны быть в компании, которые могут давать быстрые ответы, которые могут автоматизировать процесс и вообще отслеживать этот процесс, делая его стандартным. Не хаотичным, а стандартным. Кажется, что это гигиенический базовый уровень, от которого можно дальше отталкиваться. Bitrix24 не только про CRM, хотя во многом про нее. И сегодня мы говорили про блок CRM. У нас есть и офисная автоматизация, и задачи мы решаем. Внутри TaskTracker хороший есть. Контакт-центр мы про него поговорили. И сайты магазина можно строить. Друзья, я надеюсь, что вот к тому, чтобы менеджер был счастлив, можно добавить немножко Bitrix24, немножко CRM-системы для того, чтобы это счастье получалось у него автоматически. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Материалами мы обязательно поделимся. Если отзывается то, что сегодня было, пожалуйста, нажимайте на огонь. Мы будем видеть обратную связь, таким образом понимать, насколько все это заходит. Напомню, что у нас с вами длинный путь еще. До конца недели у нас с вами онлайн-марафон «Как вести бизнес сегодня». Мы поговорим про команду, про взаимодействие в команде. Мы поговорим и про финансовую даже сторонность. Поэтому смотрите. У нас есть чат в Telegram-канале. Вот он прям, комментариям есть. Вступайте, если вы еще не там. Мы будем информировать заранее, когда все это нас ждет. Спасибо большое, друзья. Ну, до встречи дальше.